Почему динозавры были такие огромные? Среди самых популярных динозавров можно выделить тираннозавра Рекса и длинношеева Зауропода. Эти виды всегда встречаются в фильмах и мультфильмах о динозаврах. Эти существа были весьма внушительных размеров. По своей массе они могут соперничать разве что с усатыми китами, которые весят более 80 тонн. Так почему же динозавры имели такие огромные размеры? Давайте разбираться. Огромные размеры Зауроподов многие ученые объясняют по-разному. Одной из весьма необычных версий является теория о том, что в период Мезозойской эры сила тяжести нашей планеты могла быть меньше, чем сейчас. Но по этому вопросу практически нет исследований. Недавно немецкое правительство выделило большую сумму денег на изучение Зауроподов. Многих волнуют их столь огромные размеры. После долгих лет изучения этих динозавров и их особенностей была выдвинута основная гипотеза. Каскадная модель эволюции. Благодаря смеси примитивных и прогрессивных признаков, физиологическим особенностям этих динозавров произошли каскадные изменения, которые и повлияли на гигантизм Зауроподов. Эти сухопутные выросли такие большие из-за интенсивного обмена веществ, из-за дыхательного аппарата, как у птиц, из-за большого числа потомства. Эта гипотеза базируется на пяти каскадах в эволюции, которые затронули обмен веществ, питание, размножение, строение легких, строение головы и шеи. Для начала разберемся в каскаде изменений в питании. Они были вегетарианцами. Зауроподы практически не жевали, они проглатывали пищу очень быстро и съедали сразу довольно много. Это связано с быстрым обновлением зубов, увеличением челюстей и отсутствием щек. Все это привело к ускоренному росту тела динозавра. Следующим каскадом можно рассмотреть трансформацию шеи и головы динозавра. Зауроподам удалось сохранить маленькую голову в связи с отсутствием необходимости пережевывать пищу. Получая больше энергии, их шея стала удлиняться. Так они смогли съедать еще больше пищи, находясь на одном месте. Таким образом увеличивалась пищеварительная система, и, соответственно, размеры тела увеличивались тоже. Но среди ученых существует множество разногласий на тему, как динозавры держали шею. Одни ученые утверждают, что зауроподы ровно держали шею, совсем не выгибая ее. Динозавры не могли поднимать шею так же высоко, как жирафы. Другие же ученые полагают, что динозавры могли выгибать шею и высоко поднимать голову, доставая до верхушек деревьев. Самой главной проблемой считается установление массы тела этих гигантов. Ведь палеонтологи имеют и лишь скелет динозавров. Попытки измерить массу тела самого крупного из зауроподов, аргентинозавра, оказались весьма успешными. Поэтому масса тела гигантов вполне могла быть равна массе тела кита. Но точно определить это довольно проблематично, ведь полного скелета гигантского зауропода так и не собрали. Еще одним возможным вариантом определения массы стал способ их измерения по оставленным следам. Этот метод хорошо показал себя на слонах. Но загвоздка в том, на какой именно субстанции оставил свой след динозавр. Все это довольно тяжело понять по найденным спустя миллионы лет камням. Поэтому эта загадка все еще не разгадана. А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока!